Что касается мебели, то на самом деле, вот я небольшое ступление скажу, на самом деле мебель это, с одной стороны, это функциональное что-то, да, мы там спим, мы там готовим, здесь кушаем, занимаемся, складываем вещи там в эти вот объекты во всем. Вот, еще что-то делаем, допустим, если сам узел взять. Но тем не менее, вот с точки зрения психологии пространства, мы через эту призму смотрим, 100% вот эти всякие, казалось бы, элементы интерьера, в том числе элементы интерьера, в большей степени они нам при анализе, когда мы анализируем, да, диагностику делаем, они очень многое показывают. Потому что фактически, вот если по примеру корабля, да, у него корма, ну если правильно, то есть задняя часть она тяжелая, там двигатель, там вот это все механизмы стоят, да, а передняя часть корма, она должна быть легкая. И тогда вот эта вот машина, она едет, да, она плывет, движется по воде, вот, ну в нормальном состоянии, она движется вперед, у нее есть движущая сила сзади, да, как наше прошлое, допустим, наш опыт. Есть цель легкая, вдохновляющая сверху, и она идет, да, за целью. Вот, точно так же здесь есть внутри пространство наше, есть то, что действительно должно утяжелять, создавать фундамент, опору, надежность, то, на что мы можем сзади опереться. Вот, вот, и, соответственно, наш взгляд должен, ну, лучше всего, что он обращен, когда вперед, в будущее, в настоящее, вот, имея за бортом, да, не за бортом, за плечами эту чажесть, да, в виде опыта, в хорошем смысле чажести. Все, мы движемся. Если вот эти элементы тяжелые и легкие, они нарушены, да, внутри, то у нас получается, что тот же самый корабль, а корабль не перестает быть кораблем жизни, на котором мы движемся, да, по этому, как бы сказать, по нашей реальности. То тогда получается, что если мы двигатель поставим в нос корабля, да, то корабль, скорее всего, либо поедет назад, да, потому что движущая сила будет его толкать в другую сторону, либо он будет переворачиваться, заваливаться, либо стоять на месте, либо крутиться. То есть что-то с ним будет происходить не то, как это задумано творцом, как говорится, создателем корабля. Вот, создатель корабля задумал чажесть здесь, легкую конструкцию тут, и тогда идея от точки А до точки Б по жидкости, да, по морю, по воде добираться, она реализуется. Вот. Поэтому с мебель очень-очень понятно и удобно работать, потому что она на самом деле очень ощутимый эффект дает сразу, физический эффект. Когда мы видим, где у нас что утяжелено, что облегчено, где у нас энергии закрыты, где, наоборот, открыты, где, по идее, нужно их запускать, а мы перезакрываем их и так далее. Соответственно, это как-то каким-то образом в нашей жизни проявляется, потому что корабль, который посреди океана, например, просто крутится на месте, ну, это тоже корабль, он имеет место быть, он является каким-то пазлом общей картины мира, да, это интересный пазл, а как это, что-то, а как это бывает, когда вот так происходит, это же интересно, как будет, да, когда центр тяжести нарушен, например. Вот. Поэтому наша задача понять, да, разобраться, в первую очередь, самим собой, для чего аналитику делаем, а я зачем, да, живу там, какая у меня идея в моей жизни, в моей реальности. Двигаться вперед или стоять на месте, или постоянно глядываться назад, или периодически кататься назад, не катаясь вперед совсем, потому что там сзади интереснее, и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое имеет место быть. И поэтому, когда мы делаем анализ по мебели, то, с одной стороны, мы как будто бы, ну, переставляем, нет, ну, не как будто бы, мы переставляем эту мебель, действительно переставляем, но на самом деле перераспределение тяжести порой задает вот этому кораблю потенцию двигаться более уверенно в этой жизни, да. Вот, по сути дела, если аллегорию какую-то проводить, то это я бы вот так вот сказала. Вот, это первый момент. И второй момент, на который я обращаю внимание, когда речь идет о перестановке мебели, может быть, я это уже и говорила, но лучше, еще раз, как я люблю говорить, повторить, лишним не будет. Вот, на самом деле, когда у нас определенным образом расставлены предметы быта, то тогда получается, что у нас в связи с этим, рождая, сформируются определенные привычки, привычки двигаться, нарабатываются определенные маршруты внутри нашего внутреннего мира, фактически это квартира, дом, офис. Мы эти привычки каждый день отрабатываем, откатываем, и эти привычки, эти маршруты дают определенные результаты нам понятные, нам известные, не всегда эти результаты нас удовлетворяют, но тем не менее, да. И что мы делаем? Что мы делаем? Мы меняем маршруты, когда мы переставляем что-то в нашем пространстве, мы меняем маршруты, маршруты движения, мы меняем наши привычки. Если у нас была привычка все время, допустим, я не знаю, предположим, рабочий стол взять, сидеть и постоянно смотреть, допустим, на юг, на запад, на сторону утекания энергии, то у нас сильно формируется вот это вот, особенно вот это юго-запад-запад, да, вот это направление, сильно формируется идея, вот солнце же уходит, если бы мы по-честному разговаривали, вот солнце утекает, это закат. После того, как солнце скроется за горизонтом, будет ночь, ночью ничего не происходит, ночью страшно и что-то такое. Но я сейчас из сложного в детское перевожу, но это понятно с этим. То вот это настроение дефицитом, да, оно в психологии называется, оно формирует мои поступки, я действую из этого состояния, но солнце все равно уходит. Вот если я все время наблюдаю уходящее солнце, это же, и порой, это сейчас опять же подсознательные штуки, у меня даже в голову не приходит, что оно где-то так-то встает и дарит свет. Но я вот предпочитаю смотреть на уходящее солнце. Мой дед смотрел на уходящее солнце, мой прадед смотрел, мой отец смотрел, и я буду смотреть, ночью, дед. Ну без юмора никак, вы уж меня простите. Ну смешно порой, да, вот как мы, на собой посмеяться же тоже хорошо. Я часто на собой смеюсь и боюсь в рот, потому что стены содрогаются, как я порой, че-нибудь вытворю. Вот, поэтому меняем привычки, меняем, да, и все это по итогу приходит в скорость и в судьбу, это мы все знаем, эти все четыре этапа. Вот, поэтому расстановка мебели, казалось бы, казалось бы, да, она вроде бы, ну что там мебель расставила, но на самом деле вот такие два момента очень важные за собой несет. И на этот счет история, история, которая произошла со мной ровно неделю назад. Я была, сейчас расскажу, и потом к вашим вопросам. Я нашла себе хорошего косметолога здесь, ну как косметолога, я ничего никогда не колю себе это, табу у меня на это. В теле всегда есть все необходимые ресурсы, просто нужно уметь раскрывать. Вот, лицом я занимаюсь уже три года, занимаюсь костями черепа, потому что очень часто там вот висает кожа, потому что черепушка ссыхается, кожа начинает прорисать. Вот, я этим занимаюсь, все-таки 46 лет, я стараюсь сохранить и приумножить свою красоту. И вот я хожу к ней на массаж, и вот захожу в кабинет, а как вы уже тоже тут все отмечаете, там в пилотной группе тоже мне про это девчонки пишут. Уже не можешь не замечать какие-то моменты в пространстве, тем более я знаю, как расположено, и вот это офисное помещение, я этот дом смотрела после другой, по этой же улице другой офис. Вот, я уже знаю, где там север, юг, восток, запад, как там все это расположено. Я захожу сразу, автоматически смотрю, уже там сама того не понимаю. Оп, смотрю, у него на северо-востоке стоит огромный-огромный шкаф и огромная-огромная коробка. А дальше все вот эти инструменты, механизмы, все стоит в другой стороне. Хотя у нее восточная сторона, для здоровья прям хороший вход, все-таки замечательно, по здоровью все хорошо подходит. Я ей говорю, слушай, я вот и разговариваю с ней, она в это тоже все верит, я уже других людей к себе не притягиваю. Ну, слушай, слушай, интересно, я говорю, надо тебе, в принципе, просто перенести хотя бы на юго-запад, на юго-запад на юго-запад поставить и посмотреть, как вот эту борту твою все развернуть. Примерно. Я говорю, слушай, мне нужна схема. Попросила схему, я говорю, а шкафы, нужно вот этот шкаф тяжелый и коробку из-под оборудования, ее нужно убрать. Все, уезжаю, перевожу ей деньги за консультацию, за процесс, перевожу ей деньги. Через какое-то время она мне пишет, Юля, деньги от тебя не приходили. Ты мне уже перевела, я, говорит, конечно, извиняюсь. Ну, как мне переводили, я же тебе даже показала, что вот ушли. Он говорит, а ты куда перевела? Перевела. И оказалось, что я перевела вместо Сбербанка на Тинькофф, а Тинькофф у нее закрыто. А он платеж благополучно ушел. Я говорю, слушай, ну вот смотри, вот тебе энергии забили. Вроде бы я-то с радостью тебе, да, вот. Я абсолютно исчезаю благодарность, и все, я считаю достойной оплаты, даже мало. Она берет, вот, перевожу, а они до нее не доходят. Я говорю, вот тебе это, подсказка. Она говорит, да, слушай, я вообще вот с этим все связала. Я сама себе перекрываю энергию изобилия. Конечно, мы этот вопрос решили. С Тинькоффом все нормально там вопрос вернулся. Но, вот, пожалуйста, пример. Вроде бы судьба и дает, но оно не доходит. А почему я тут блоков себе наставила? Да, это казалось бы, вроде бы шкаф, ну, куда его еще поставить? Тут здесь его самое место. И в передней же угол, как мне папа говорит. Куда ты там шкаф пендюрила в своей комнате? Надо было за дверь его поставить. Я говорю, папа, здесь Брамастан. В общем, и вот получается, что из мелочей складываются вот такие моменты. Я потом на сегодня, мне на сеансе говорю, Тюля, а у меня еще не одна такая история произошла, что мне не туда переводят деньги. Это не единственное. То есть это прямо я увидела закономерность. Вот. И все, что нужно порой, даже не разбираясь, почему, не обязательно, да, все, что можно, это сделать, перетрубаться, перенаправить по-другому механизмы, внутренние, вот эти вот, как сказать, нейронные связи, чтобы по-другому заработали. Через расстановку мебели это очень-очень хорошо, через физический план очень хорошо и быстро дает результаты, очень хорошо ощущается любым человеком.